В ночь на 3 мая Россия запустила по Украине иранские дроны и ракеты. По данным воздушных сил ВСУ, удалось уничтожить 21 беспилотник из 26 выпущенных, пишет Униан. В частности, Киев на этот раз был атакован исключительно дронами. По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все вражеские цели. Данные оперативной сводки на данный момент без жертв и разрушений, рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попков, Телеграм. Над Днепропетровской областью сбили 7 иранских шахедов. Один все же прорвал ПВО и ударил по админзданию в Днепре. В сети опубликовали видео, на котором слышен пролет беспилотника и взрыв от попадания. Есть прилеты на Кировоградщине. Три шахеда атаковали нефтебазу в Кропивницком. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия ночного удара уточняются. В Сумской области в результате ночного удара оккупантов повреждена электроподстанция, сообщает прислужба Министерства энергетики. В Запорожье россияне ударили ракетами по гражданской инфраструктуре. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртьев добавил, что один дом полностью разрушен. Еще у двух сильные повреждения, а у порядка 40 выбиты окна и повреждены крыши. Ночью путинские твари совершили атаку на Запорожье. Снова под прицелом вражеских ракет оказались мирные дома одного из частных секторов города. Слава Богу, обошлось без жертв и травмированных. Как рассказал представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, ночью 3 мая дроны Камикадзе по территории Украины, российские войска запускали с Азовского моря и аэродрома в Брянской области. Чтобы отбить атаку, воздушные силы применили зенитно-ракетное вооружение, авиацию и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований Центр, Восток и Юг. При этом он отметил, что тактика оккупантов не меняется, РФ запустила барражирующие боеприпасы с разных направлений.